Привет! Я Олеся Медведева, это Ясно Понятно Блог на канале Страна Юэй. Поехали! В последние дни много вопросов по ситуации в Киеве. Что за история с мэром Кличко, что с ним хочет сделать Зеленский и его команда? Как она хочет у него власть отобрать и кому ее передать? И что это все вообще означает? А ситуация действительно показательная и интересная. Так что смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Я уже вкратце на прошлой неделе говорила о планах, которые созрели внутри З-команды касательно Киева. Киев это особый город с точки зрения украинских законов. Это не просто город, а целый регион типа Харьковской области или Днепропетровской или любой другой. А областями, как известно, управляют облгосадминистрации во главе с губернаторами, которых назначает президент по представлению правительства. При этом у Киева есть и мэр, но по своей сути это всего лишь глава городского совета. Не более. Все властные полномочия находятся в руках Киевской городской государственной администрации, КГГА сокращенно. И у ее руководителя. И, как правило, по состоявшейся уже традиции, президент назначает главой Киев-город-администрации мэра Киева. Но иногда бывало и по-другому. Например, в 2010 году при мэре Черновецком главой Киев-город-администрации был Александр Попов. Но к этой истории мы вернемся подробнее чуть позже. Итак, у Зеленского созрел план снять Кличко с поста главы КГГА и поставить туда своего человека, который и рулил бы реально в городе. План этот появился давно, и слухи об этом ходили еще до парламентских выборов. А после выборов офис президента пошел во фронтальное наступление, скажем так. Глава офиса президента Андрей Богдан направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Кличко с поста главы город-администрации. После чего Кличко дал пресс-конференцию, где заявил, что Богдан пытается навязать ему двух смотрящих. Своего друга-застройщика Вавриша и гендиректора телеканала 1+,1 Александра Ткаченко. Последнего, кстати, называют главной кандидатурой на пост главы город-администрации Киева Ткаченко, который гендиректор телеканала Коломойского. А на днях уже сам Богдан дал брифинг, где рассказал очень много всего плохого про Кличко. Например, про то, что Кличко ему признался, что городом управляет не он, а смотрящие. И мэр города Киева, Виталий Ковальчко, подтвердил мне, что действительно, это его слова, он не контролирует Киевскую раду. Есть два-три смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находиться с ними компромиссом, у него не будет большинства в Киевраде, а, соответственно, он не может быть эффективным мэром. Про то, как адвокат одного из смотрящих предлагал Богдану 20 миллионов долларов за то, чтобы тот не снимал Кличко с должности главы КГДА. Декілька дней назад до меня выходил один из адвокатов, который представился адвокатом одного из таких смотрящих, который мешает пану Кличку эффективно управлять містом. И висловил таку пропозицию, что работа с местным бюджетом Киевской рады и МДА позволяет им получать 40 миллионов долларов в год. Попросил не рухать голову Киевской и МДА и предложил этот бюджет поделить пополам. Ну и про целую пачку уголовных дел, которую Богдан передал в органы. Вот тут только это перелик фактов, которые оприлюднили журналисты. Они оприлюднены в интернете, и мы сегодня подаем правоохоронные органы звернение о переверке соответствующих фактов, которые оприлюднены журналистам. К слову, против Кличко уже открыто два уголовных дела по заявлению Андрея Портнова. И он даже уже был на допросе. Кличко же назвал это все байками из склепа. Почему, кстати, склепа? Ну ладно, и враньем. И заявил о том, что киевлян хотят лишить местного самоуправления. Отобрать у всенародно избранного мэра все полномочия. Кабмин не стал рассматривать увольнение Кличко и скоропостижно ушел в отпуск. Причем сразу на две недели. А сам Кличко оперативно полетел в США, где встретился с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. И сделал с ним фотку на фоне русской матрешки. А Джулиани поддержал Кличко и вот так вот сказал. Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом. Киев, почему не Киев? Никогда не был лучше. Он яркий свет, сияющий в темноте. Подтекст тут понятен. Богдан в США считается человеком Коломойского. В свое время там были против его назначения на должность главы администрации президента. Сам Джулиани говорил о том, что влияние на Зеленского Коломойского это очень плохо. И президент должен отдалить от себя коррумпированных олигархов. То есть Игоря Валерьевича. Кстати, Ткаченко это же тоже человек Коломойского. И картина, которую нарисовал Кличко для Джулиани, понятна. Коррумпированный олигарх Игорь Коломойский при помощи своего человека Андрея Богдана двигает своего человека Александра Ткаченко на очень важный пост в Киеве. На самый важный пост в Киеве. Стремясь отобрать власть у законно избранного мэра. Вероятно, Виталий рассчитывает, что Джулиани донесет эту мысль до Трампа и тот, как въеб... Ну, как бы это выразиться потолерантнее, проведет профилактическую беседу с Зеленским относительно местного самоуправления в Киеве. Да. Ну, как там будет, увидим. А пока Кличко получил мощную, я бы так даже сказала, мощнейшую поддержку и в Украине. На его защиту грудью, а возможно и другими частями тела, стал пламенный народный трибун всея Украины Олег Ляшкоу. Он позвал всех на борьбу с зеленой чумой. Сегодня я запропонувал Виталию Кличку, законно обранному мэру Киева, объеднати наши усилия для того, чтобы зупинити наступ зеленой чумой на самоврядувание Киева и захопление Украины. Виталий показал атаку. Это чудовая новина, и я звертаюсь до всех лидеров других партий. Давайте объединяться, откидать противоречья для того, чтобы стать сильнейшими и защитить Украину от зеленой чумы. Начувайся. Ну что, котики, страшно после такой вписки на Кличко бросаться, а? Но не все по достоинству оценили этот порыв. Ляшко. Например, нардеп Александра Нищенко, бывший нардеп теперь уже, охарактеризовал эту ситуацию так. Сошлись два... Ну, точнее, он там написал П и Са. Возможно, это два полиса. Кто знает. Короче, мощные силы подтягиваются на защиту Кличко. Джулиани, Ляшко, возможно, даже и Трамп. Гройсман тоже саботирует процесс, и на самом деле неясно, даст ли свое одобрение Кабмин на увольнение Кличко, даже после того, как они вернутся из отпуска. Но скажу так, думаю, рано или поздно Кличко все равно додавят. Ведь в сентябре уже появится новый Кабмин, который будет полностью подконтролен слуге народа. И представление на увольнение Кличко он в любом случае даст. И Кличко может много возмущаться по этому поводу, но толка-то не будет. По одной простой причине – к нему нет доверия. Кличко действительно плохой мэр, и все, кто живут в Киеве, это прекрасно видят и об этом знают. Город выглядит грязно и запущенно, ливневки не чистят, не чинят, и поэтому любой маломальский 15-минутный дождь создает огромные просто потопы в центре города. Последняя станция метро в Киеве была открыта в ноябре 2013 года, как раз перед Майданом. Вот и все как бы. И это уже не говоря о коррупционных скандалах. О распиле миллионов и даже миллиардов гривен и, возможно, даже и долларов на ремонте дорог, на ремонте мостов, на постройке мостов, которые рушатся. О застройщиках, которые чувствуют себя просто тупо какими-то хозяевами этого города. И, конечно же, о смотрящем Вадиме Столаре, который последние пять лет фактически управлял этим городом, обставив Кличко своими людьми. Правда, как говорят, некоторое время назад он с Кличко поссорился и потом на выборы пошел по списку оппозиционной платформы «За жизнь» по квоте Рабиновича. О чем я ранее рассказывала в одном из своих блогов в середине июня. Но сейчас на почве угрозы от Зеленского вроде как снова Кличко и Столар сошлись. Но не суть, просто все все знают. И рассказы Кличко о правах киевлян и о местном самоуправлении никакого сочувствия, ну, не вызывают. Пусть смотрящим он своим о местном самоуправлении расскажет. Но, с другой стороны, в чем мотивы действия команды Зеленского по смещению Кличко? Я уже говорила о назначении в 2010 году главой КГГ Александра Попова. Это когда Янукович пришел к власти. Тогда мэром Киева был Люня Космос Черновецкий и городское хозяйство также находилось в очень плачевном состоянии. Потому и назначили Попова, который ранее был мэром образцового города Комсомольск. А потом министром ЖКХ. То есть это был сильный специалист, который действительно очень быстро навел порядок в городе. Строил дороги, мосты, станции метро. И если бы сейчас шла речь о том, чтобы назначить на должность главы КГГа кого-то, какого-то человека, ну, по типу формата Попова. То есть того, кто, в отличие от Кличко, не будет месяцами разъезжать по всему миру, пилить классные селфи, видосики, там, быть на боях у своего брата. А будет денно и нужно сидеть в кабинете, строить коммунальщиков, заниматься городским хозяйством, строить станции метро, почистить и отремонтирует, наконец-то, эти гребаные ливневки. Сможет выстроить понятные для всех правила игры. В том числе и по застройке. Пресекать коррупционные схемы. Вот тогда, конечно, можно было это все только приветствовать. Ну, а кого хотят сейчас назначить? Ген-директора телеканала Коломойского 1+,1 Александра Ткаченко. В интернете много записей голосов, похожих на голос Коломойского и Ткаченко. Многие из них вы, наверное, слышали. И вот самое известное из них. Алло. Блюдо, никак не на***дишься. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Я как только увидел, сразу взял. Бросил другой разговор. Ну и вот это мне нравится, тоже хорошее. Скажи мне, а почему вот эта песня фанатов «Спасите жителей Донбасса», почему она антипутинская, а не антилешковская? А кто вам сказал, что она антипутинская? Я в ТСН прочитал очередную антипутинскую песню. Позвони, скажи, что это антилешковская песня. Чем вы занимаетесь? Я им отправил, даже не понял. Хорошо сейчас, да. Так у тебя на ТСН прямо это самое идет. Во время матча между «Металлистом» и «Днепром», который закончился унизительным раздромом Харьковчан, днепропетровские футбольные фанаты спели новую антипутинскую песню. «Спасите жителей Донбасса от боевого ***». Вот и все слова этой песни. Но это ж не про Путина, а про этого *** Алишко. Я даже не думал, что они такие тупые. Хорошо. Кто его знает, может это монтаж, а может не монтаж. Но в любом случае эти записи блуждают по интернету с 2014 года. Но никто не будет отрицать, что Ткаченко и такой прочный человек Коломойского. Далее, Александру Ткаченко в замы пророчат вышеупомянутого Вавриша. Это друг Богдана и очень крупный столичный застройщик – компания Saga Development. Только за последние месяцы компания получила под застройку 6 участков в Киеве, преимущественно в центре. То есть картина получается не очень прикольная такая. Есть человек Коломойского Ткаченко, которого хотят назначить на Киев. А в помощь ему пойдет Вавриш, застройщик и друг еще одного человека Коломойского Андрея Богдана. Это, конечно, все прекрасно, но я так и не поняла, что в городе поменяется-то. Если после боксера Кличко столицей будет заниматься такой же далекий от городского хозяйства медиа-менеджер Александр Ткаченко. А смотрящим вместо Столлара будет Вавриш, тогда чем Ткаченко лучше, чем Кличко, а чем Вавриш лучше, чем Столлар? Ну, да все оно одно и то же. Что это хуйня? Кстати, помимо Ткаченко, на должность главы КГГ рассматривают еще одного человека по фамилии Холодов, который прошел Верховную Раду по списке партий «Слуга народа», он там под номером 22. Это человек еще одного крупного застройщика, мы-ка-то-ся, который, так сказать, банковал в городе при Кличко. В общем, лица другие, а суть та же. Ну, как в известной поговорке про жабу и гадюку. Не развивать город, а сидеть на потоках, деребанить землю под застройку. По крайней мере, создается именно такое впечатление, глядя на все эти шурушания и телодвижения. Но, возможно, у Зеленского на самом деле другие цели. Может, он действительно хочет навести порядок в городе. Возможно, но тогда совсем другие люди должны быть у руля этого процесса. Ну и чтобы не только фамилии поменялись, а суть, стиль, методы работы, правильные, понятные правила игры. Ну, а пока на этом у меня все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна.юэйс. Смотрите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. И совсем скоро с вами снова увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok